МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, сколько незаконных построек выявили городские власти, рассказал заместитель главы администрации Химок Родион Левочка. Так, в 2021 году межведомственная комиссия провела проверку по 250 сомнительным объектам. В отношении более сотни судом принято решение о незаконности и сносе самостроя. Аналогичная работа продолжена и в 2022 году. Всего 168 объектов, 5 комиссий рассмотрели. Снято с рассмотрения в связи с монтажом 6 объектов. Вынесены приказы о том, что по 14 вновь рассмотрим объектам и 5 повторно рассмотрим. Дмитрий Волошин отметил, что зачастую объекты, которые потенциально признаны незаконными постройками, последствия исключают из списка самостроя. Глава Химок обратился к правоохранителям с просьбой оказать содействие в работе и пополнить ряды межведомственной комиссии, а также дал распоряжение заместителям тщательнее проверять объекты на предмет их законности. Прокуратуру, просим полицию, просим ФСБ, чтобы исключить факторы коррупционные. Когда кто-то включил этот объект, потом его взяли на МВК и исключили. Ну, чтобы у нас не было такого выключателя. Включили, выключили. Эта история не подходит, и мы не дадим ей заниматься. Если химки не уверены в том, что это самовольное строительство, не нужно идти в суд, не нужно мучать предпринимателей. Кроме этого, Дмитрий Волошин распорядился усилить контроль за самовольным строительством. Муниципалитет не может позволить себе миллионы рублей тратить на борьбу с самовольным строительством. Проще не допускать самовольное строительство, чтобы потом не бегать, не судиться и не сносить эти здания. Также на оперативном совещании подвели промежуточные итоги по поиску предприятий, которые незаконно подключаются к водоснабжению и водоотведению. За месяц работы сотрудники Химводоканала при поддержке правоохранителей проверили свыше 500 объектов общепит, магазины, салоны красоты. Проверено 536 объектов. Из них мы составили 19 актов на общую сумму 43 миллиона. Мы высчитываем диаметр трубы, высчитываем, когда была встроена незаконная врезка, и отсюда каждому индивидуально предприятию высчитывается данная цифра. Однако, по словам директора Химводоканала, многие предприятия отказались пускать к себе проверяющих. Если у нас есть такие предприятия на территории, которые не пускают водоканал проверить свое собственное имущество, выключите им воду. И когда они придут, тогда вы уже с ними будете разговаривать на другом языке. Что значит, мы не можем попасть к своим сетям, проверить четче эти имущества. Оставьте их без воды, и на это все закончится. Проверку всех объектов на предмет незаконных врезок к водопроводным и водосточным системам города планируют завершить до 1 мая.